Нету снарядов, понимаете? Нету. В российской армии внезапно наступил снарядный голод. Целый год недалекие российские генералы расходовали боекомплект просто без ограничений, с каким-то невероятным остервенением, забрасывая снарядами украинские города, стирая целые города на Донбассе с лица земли. И вот внезапно, спустя год, обнаружилось, что, оказывается, снаряды тоже имеют свойство заканчиваться. Первым об этом стал публично говорить Пригожин, который стал обвинять Шойгу в том, что Шойгу не дает снаряда ЧВК Вагнера, снарядов не хватает. Но теперь об этом говорят уже вообще все. И российские военкоры, и некоторые пропагандисты, и российские военные, и всякие вот эти турбопатриоты, радикалы все в один голос говорят, что проблемы не только у ЧВК Вагнера, а у всей российской армии теперь снарядов нет. К примеру, российский политик, соратник Захара Прилепина Юрий Мезинов, который ездит на фронт и там помогает российской армии, на днях записал видеообращение, в котором рассказал о том, что снарядов российской армии уже катастрофически не хватает, и из-за этого снарядного голода она несет большие потери, так как людей просто гонят на убой без прикрытия артиллерии. Вопрос не в Вагнерах. Вопрос во всем фронте. Ни у кого не хватает. Нету снарядов, понимаете? Нету. Помните, была такая вторая армия мира? Так вот, сначала у нее закончилась современная техника, потому что они свою технику в Украине зачастую просто бросали, и им пришлось доставать, снимать с хранения танки 60-х годов прошлого века. А теперь у этой второй армии мира еще и боеприпасы заканчиваются, потому что за время вот этого бурного развития и вставания с колен при Путине российская промышленность вымирала. Ну, оказывается, она все это время вымирала, и теперь она просто не может производить в достаточном количестве снаряды для российской армии, чтобы пополнить потери. Я не знаю, молчать об этом и как. Мне говорят, ты понимаешь, там большая политика. Нет, я не хочу понимать. Я не хочу понимать ни про какую политику. Я видел пацана, а его сегодня нет. Потому что ему было недостаточно артиллерийской поддержки. Это ничего. Просто он Соловьева не смотрел. Ведь у него в ток-шоу говорят, что все хорошо, и никаких проблем с поставками снарядов нет. По всему фронту мы пытаемся реально нападать, команда нападает. Мы нападаем, да, мы атакуем без огневой поддержки. Это у нас что там, с металлом что ли плохо? С металлургами с чем плохо? Да не, не может быть, чтобы с металлом было все так плохо. Путин же сказал, что санкции не работают. Значит, все хорошо. Не может же Путин врать. Как это вообще возможно? Как возможно такое ограничение? Надо просто понимать, это не просто ограничение. Я думаю, что это саботаж. Я думаю, что это диверсия, саботаж, как угодно. Назовите. Я тоже думаю, по-любому диверсия. Это все Байден вредит. Заставил Путина позакрывать военные заводы, а министром обороны, так вообще назначить какого-то дурака. Я уверен, что компетентные органы должны уже очень сильно разбираться. Очень сильно. Да, органы сейчас разберутся. Знаете, вот вообще меня поражает, вот как российские патриоты так могут. Вот с одной стороны они кричат, саботаж, предательство, там у власти изменники, диверсанты. С другой стороны, они искренне считают, что эти же самые люди, которые 20 лет, 20 лет у них у власти, которые 20 лет допускали этот саботаж, или там, я не знаю, покрывали его, закрывали на него глаза, сейчас-то они уж точно во всем разберутся и накажут еще сами себя. Все, дальше некуда. Сейчас, если нам перемелят наших этих пацанов, вот этих вот, если перемелят, мобики вот те, которые там стоят, они не вывезут, они ничего не сделают. Я не знаю. По-моему, он тоже не верит, что спецоперация идет по плану. Так быть не должно. Это по всему фронту. По всему фронту. В самой богатой на металлы страны, с великими металлургическими городами, у нас нет снарядов. Больше всего мне нравится, когда российский патриот, которому по телеку втирали вот эту всю чушь, про великие металлургические города, которые штампуют танки Армата, про вторую армию мира, про великого Путина, у которого кругом какие-то многоходовочки и хитрые планы, больше всего мне нравится, когда такой патриот просто сталкивается с реальностью. Обнаруживает, что никаких великих металлургических городов с танками Армата, там со второй армией мира, этого ничего на самом деле не существует. А на самом деле существует просто бедное, отсталое, коррумпированное государство во главе со спятившим явно неадекватным диктатором, который развязал войну, не подготовившись вообще к ней, не сделав там никаких запасов снарядов, техники, ничего, и который просто-напросто сам сейчас свою страну доводит до катастрофы. Теперь до вот этих российских патриотов, которые поддерживали вторжение в Украину, начинает понемногу смутно доходить, что оказывается, напасть на соседнее государство год назад была не очень хорошей идеей, и что за это теперь, скорее всего, придется дорого заплатить. И у них еще такая стадия отрицания, они записывают эти видео, где снаряды, почему наши металлургические города лучшие в мире не производят там снаряды, технику, но они уже в глубине души, где-то тут в глубине головы, они понимают, к чему все идет, что не будет уже никаких металлургических городов, которые ничего не произведут, и да, вот то, что происходит сейчас, все хуже, будет и хуже, и хуже, и будет ухудшаться еще и ситуация в экономике, будет ухудшаться ситуация на фронте, и они уже все понимают, не хотят признавать, им очень больно это признавать, но они понимают, что то, к чему все идет, просто уже неизбежно. Подпишитесь на канал, друзья, если вы до сих пор не подписаны, оставьте лайк или комментарий к этому видео, это важно, это поможет ему получить больше охват, и, соответственно, больше людей узнают правду о том, что происходит на самом деле. У нас сейчас на фронте обстановка очень хреновая, тучи, по-моему, сгущаются. Российские имперцы, насмотревшись на успехи российской армии в Украине, что-то совсем упали духом. Ситуацию в вооруженных силах России они описывают как катастрофическую, по их словам, вооружения и техники у российской армии остро не хватает. Российские генералы полные идиоты, которые провалили буквально все, а мобилизация, на которую они возлагали столько надежд, не помогла, так как боевой дух мобилизованных крайне низкий, и они просто не хотят и не умеют воевать. Дух боевой мобилизованных, ну, прямо скажем, очень-очень невысок. Подготовка людей, которых мобилизовали, находится в катастрофическом состоянии. Вот другого слова я назвать не могу. На днях известный российский блогер и писатель Максим Калашников на своем YouTube-канале обсуждал ситуацию на фронте с известным российским боевиком Юрием Евичем, и получилась буквально одна сплошная дискредитация российской армии. То, что сейчас происходит, не очень добрые события, видно. Что-то явно готовится на весну. Вот, я вижу, что наступление нашего большого ждать точно не приходится. Проблема ни со снабжением, ни со связью, потому что у нас идет распадение, что больше полка дальше мы не можем управлять. Это видно. Что-то, по-моему, он не верит Путину, что спецоперация идет по плану. Но это еще что. Собеседник Калашникова Юрий Евич вообще замахнулся на святое. Он признал, что никакой великой, мощной, непобедимой российской армии на самом деле не существует. И в результате вторжения в Украину Россия просто опозорилась на весь мир. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.